Я пашу, как конь, с утра до вечера, между прочим, ради вашей дочери. Да ради себя ты пашешь. Только ради себя, пахарь. Ты же думать о ней забыл, понимаешь? Вот она и сорвалась. Сорвалась. Она вот, охотится за мной, как за животным каким-то. Охотится? Да она с семидесяти метров в десятку бьет. Да если б ей надо было. А зачем она стреляет? Так семейная жизнь – это война. Только война друг за друга, а не за себя, понимаешь? Я ей предлагал. Вместе уплыть. Она во! Катер сожгла. 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 Это она может. А ты ее не спрашивай. Как это? Молодежь. Не знаете, как с женщинами обращаться. Ты ее по голове, вот сюда, ну, легонько. Ну вот. И после того, как она это, ты ее того. Чего того? В лодку, дурень. Ты же муж какой-никакой должен жену защищать. Вы же одно целое. Поплывешь прямо на север. Ну, тут чуть-чуть. Все, давай. Давай, 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 давай. Давай. Поехали. Поехали. Марина! Мариночка, тебе не больно? Я ж высоты боюсь. Виктор Степаныч! Виктор Степаныч! Огрызите мне ногу! Пока этот... Мариночка! Я так рад, что всё в порядке. Ты как, любимая? Всё хорошо? Я так переживал. Тихо-тихо-тихо! Не вставай! Сейчас резких движений делать не надо. Немножко полежишь, успокоишься. Потом встанешь, меня отвяжешь и поплывём домой. Мариночка. Мариночка, чё ты... Между прочим, я твой муж, только слегка перевёрнутый. Кстати, снизу ты потрясающе выглядишь. Я даже муравьям завидую. Ну вот, узнаю свою Мариночку. Ну что, мир? Марина!